Будем потихоньку начинать? Да, давай начинаем. В любом случае запись у нас останется, и мы будем посмотреть. И сегодняшний наш эфир мы решили посвятить тому, что такое цель, что такое мечты, что такое миссия, чем эти вещи отличаются в друг от друга, в чем их фишки, как с этим можно работать и как это можно использовать в своей жизни. Потому что вопросов мы по этому поводу получаем достаточно на наших обучающих курсах, ну и решили поэтому поговорить вот так, чтобы сразу всем ответить, и тем, кому интересно, тоже смогут послушать, и этот эфир для них будет тоже полезен. И, наверное, это в принципе самая важная, самая значимая тема. Если у человека нету ни цели, ни мечты, ни миссии предназначения, ни смысла жизни, то и этого человека самого нету. Как гласит не смешной анекдот, человек на 80% состоит из воды, если у человека нет цели, он просто вертикальный лунок. Это как бы тоже достойное изучение, физика, жидких тел и все такое. Ну, как бы, достойное, но и неинтересное. Поэтому, понятное дело, что целей, мечты, смысл жизни, миссиях, однозначения, слов на самом деле очень много. Но обязательно, конечно же, надо объяснять, что это такое. Обязательно, в принципе, люди спрашивают, всегда и на курсах, и вне курса, множество вопросов про цели. Да, как правильные цели, как неправильные, а вот, а у меня вот так, а я вот так вот пробую, 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 а ну и как, да, а как мне, чтобы так, а вот кто-то вот так вот, а я так пробовал, и получается. Поэтому, наверное, первое, с чего мы начнем сегодня, да, это поговорим, ну, а вы задавайте вопросы, потому что, ну, по ходу задавайте вопросы, да, мы будем корректировать наше повествование, вот, и так будет гораздо интереснее, чем если мы просто будем решать. Наверняка вы ставите себе какие-то цели, есть у вас какие-то задачи, которые вы рассматриваете как желательные, для того, чтобы они были реализованы, возможно, что-то у вас круто получается, это здорово, а если вдруг не получается, спрашивайте, мы как раз-таки имеем возможность обсудить, разобрать, и, как бы, понять, да, что может тормозить этот процесс. Вот, так что пользуйтесь случаем, ждем ваших вопросов по уходу нашего эфира. Итак, про цели. Собственно, главный вопрос, ну, для начала про цели, да, и главный вопрос относительно целей заключается в следующем. Собственно, как правильно ставить цель, чтобы ее достичь, и как узнать, что цель твоя или цель не твоя, цель настоящая, цель не настоящая. Собственно, вот это, пожалуй, два самых таких основных вопроса, которые мы получаем чаще всего, чаще всех остальных вопросов. Итак, как правильно ставить цель? Существует некоторое количество критериев, которым должна соответствовать цель, которая будет достигнута. Ну, на самом деле, если какая-то цель не соответствует всем этим критериям, она тоже вполне себе может быть достигнута. Но это уже будет, там, не гарантированно, например, либо вообще не гарантированно, либо по времени не гарантированно, либо по ощущению от результата. Первая и, наверное, самая главная идея в целеполагании, это то, чтобы, собственно, цель была мало того, что в формате чего я хочу достичь, так еще и четко прописанная. То есть, что конкретно это будет, где конкретно оно будет, когда будет. То есть, фактически, мы говорим о том, что жизнь человека, ну, вот та новая жизнь, да, с новой целью, она должна быть прописана. Что поменяется, с чем поменяется, что возникнет, чего не возникнет. Вот это вот. Если так человек мыслит относительно своей цели, то он, то самое свое подсознание, которое, собственно говоря, отвечает за, как это, за вне контрольное, за вне осознанное, за регулярную деятельность, на самом деле, регулярную и автоматическую деятельность. Так вот, если мы в таком формате цель прописываем, то вот это самое наше автоматическое подсознание, оно знает, чего делать. Оно знает, чего делать, оно знает, куда делать. Оно может это делать без нас. Важным моментом для понимания является тот факт, что в жизни любого человека огромное количество, я не знаю, сложно посчитать, но я думаю, что мы не ошибемся, если скажем, процентов 80, того, что с чеком происходит, происходит с помощью неосознанных процессов. Так вот, чтобы их запустить, нам надо на цель нацелиться. Соответственно, если цель человека прописана как-то по-другому, то есть в формате избегания, либо непрофессивно четко, либо непонятно, где она будет реализовываться, то это самое наше подсознание будет делать совершенно разные вещи. Но в любом случае это будут вещи, которых хотите вы. Может быть, или которых не хотите. или которых не хотите. Вопрос в том, что реализация, она будет исходить не откуда-то, из пространства. Она будет исходить все равно из вас, из вашего бессознательного. И если вы где-то там внутри себя держите что-то в фокусе внимания, уделяете этому время на подумать хотя бы бегло, а фактически это приказ, задача подсознанию, да, я вот это вот хочу. Все, вы можете забыть об этом. А потом, когда это в том или ином виде будет реализовано, или наоборот, я вот хотел этого, а получил полностью противоположное, когда это постановка в том самом негативном формате, вот. А вы подумаете, ну, а я же вот тогда хотел, и вот я не хотел. Что называется, бойтесь своих желаний. Вот. И чтобы вы пришли к тому, чтобы достигать чего хотите, в том формате, в котором хотите, полностью осознанно, есть смысл подуматься о целях более серьезно, и подойти к нему, ну, как-то детально. Если уже есть мысль, да, что цель должна вас радовать, тогда познакомьтесь с тем, чтобы заказать своему подсознанию именно то, чего вы хотите. И относительно вот этого, вот этого пункта целеполагания, да, есть некоторое количество ошибок, и давайте мы по ним вкратце пройдемся. То есть как узнать, чего вы не доработали с целями, да, если вы, ну, или вы любой другой человек, не вы, например, да, если некоторый человек постоянно, вот на протяжении долгого времени, все время находится, ну, в некоторой окрестности чего-то нежелаемого для него. То есть если он не как-то, ну, вот, как-то где-то, где-то в окрестностях какой-нибудь болезни находится все время. То есть в принципе там более-менее нормально, ну, как бы всегда она рядышком, да, или он там находится в окрестностях там, там, их проблем на работе, они достаточно регулярны, то есть в целом все хорошо, но, как бы с ним в той регулярности возникает проблема, там, какие-то там пока были сложности на работе, или там, ну, по денежным, например, моментам, да, если человек вот, как бы все время где-то вокруг чего-то одного, например, вяжет, там, может быть, чуть вышел, чуть вернулся, да, ну, это не менее. Явный признак того, что человек ставит для себя, ставит для себя цель в формате «не». То есть не хочу, чтобы там, хочу, чтобы на работе не было проблем. Вот это значит, что проблемы будут с некоторыми регулярами. То есть в целом их не будет, да, но они обязательно будут с какой-то чистотой. Потому что человек в этот момент очень детально себе там вот и описывает, каких проблем он совершенно точно хочет избежать, да. Ну, а раз детально прописан на фокус, внимание туда отправлен, собственно говоря, подсознание наше воспринимает вот тот самый образ, да, у него мышление образное, вот, всякие лингвистические конструкции, для него это пустой звук. Если вы это держите перед собой как некую идею, и, соответственно, за это и действует образ, состояние, и они начинают воплощаться. Второй момент. Если человек недостаточно четко для себя прописывает, ну, собственно, что он получает в результате цели, да, достижения, и, ну, и что вокруг нее, да, тогда человек, скорее всего, будет постоянно достижением своих целей неудовлетворен. То есть я там захотел машину, я не особо думал, какую машину, не особо думал, где она будет, там, в целом захотел машину, ну, как бы в целом захотел, в целом купил. После покупки машины, я внезапно понял, да, что, там, мне ее негде парковать, мне ее негде держать, там, мне вообще, говоря, некуда на ней есть, там, ну, еще куча, например, заморочек, и вообще говоря, я не такую хотел, на самом деле оказалось, я вдруг, я вот, вот я пойду другую куплю, и, соответственно, как бы, можно, конечно, позволить себе какое-то время исследовать мирно, тему, от чего я хочу. Купил одно, купил второе, вот я тебя рано или поздно поймешь, что-нибудь про себя, да, но если ресурсы ограниченные, наверное, нужно об этом говорить сначала. Написала девушка список из 150 качеств мужчин, с которым она хочет попроситься. Вот, познакомилась, все классно, ну, вот полностью соответствует, но она казалась обланилидом, а не вернули там. Беда, умурчение, не подумала, не учла, да, то есть, и опять же, сфокус внимания уже в этот момент будет сфокусирован на чем? На недостатке, да, на том, о чем не подумала, и вся та радость, она будет нивизирована, на том, на том, что оказалось, да. Вот, ну, это про постановку цели. И совершенно правильно Владимир пишет нам, пишет нам в комментариях, мало хотеть достигнуть цели, нужно еще и уметь их достигать. Правильно, верно. После того, как мы прописали, что конкретно мы хотим, конечно же, вторым пунктом, вторым значимым, вторым важным элементом цели полагания является идея, что достигать эту цель будем мы. достигать мы будем ее сами, достигать мы будем ее с помощью ресурсов, которые у нас есть, да, и достигать мы ее будем с помощью шагов, что-то, что-то делать. Если этого у нас нету, если мы это не будем делать, если мы это не понимаем как, то, опять же, вот та самая идея, мозг настроен таким образом, что изрядное количество действий происходит бессознательно. Так вот, если у нас в голове, вот там, на уровне тех самых паттернов, на уровне тех самых шаблонов и автоматизмов, если на их уровне прописано, что это я должен каждый день что-то делать для своего здоровья, то я автоматически буду это делать. Причем оно будет просто совершенно естественным образом прописано. Но, Андрей, у наших слушателей вполне может возникнуть вопрос. А как же идея, когда я прогнал желание, я вспомнил вам намерение, я отпустил вас вселенную, да, пусть она помогает, там, помолился, и вот Бог в помощь, да? Так тоже может быть? За счет чего? Может, может. Ну, давайте, во-первых, да, во-первых, ну, мы же все равно говорим о том, что мы имеем дело с людьми взрослыми. То есть все те, кто нас сейчас слушает, да, это люди, у которых есть компьютер или телефон, кто смог подключиться в интернет. То есть это явно не детишки, там, детсадовского возраста. Это значит, что абсолютно у вас, у всех, наши дорогие телезрители, да, абсолютно у вас, у всех есть навыки достижения цели. Может быть, у кого-то больше, может быть, у кого-то меньше. Может быть, кто-то там не привык детализировать по шагам, но личную роль как следует знает, да. Может быть, кто-то насчет личной роли там не очень, но по шагам прописывает и это его включает. То есть, если вы просто пропишете целеполагание, то, ну, как бы все остальное, вот какое у вас оно есть, если вы просто нарисуете себе цель, то к ней подключится то у вас, что есть. То есть, те элементы вашего целеполагания. Вот здесь вот мы просто такие обязаны вспомнить замечательный фильм «Секрет». Опять же, нас регулярно за него спрашивают. Что вы скажете за секрет? За секрет мы можем сказать все, что угодно. Ну, в смысле, мы можем все сказать за секрет. Прикольный фильм. В самом деле. Фильм замечательный. Вот. И это и момент такой интересный, на который надо обратить внимание. Если вы фильм «Секрет» видели или если вы его посмотрите, то вы обратите внимание на тот факт, что там такие целеустремленные, успешные ребята, американские поучи жизненного пути, они на самом деле говорят исключительно ровно одну вещь на протяжении всего фильма. Все эти шесть человек, это шесть планок. Они говорят представь свою цель убить, как твоя жизнь будет, и все остальное. Они говорят вот то, что мы сказали первым пунктом. На идеях фильма «Секрет» основан коллаж желаний. Вырежете все, что вы хотите в вашей жизни, приделаете вокруг вас, расположите все верно, все правильно. Но давайте понимать, что фильм «Секрет» снимался американцами и для американцев. И здесь мы делаем маленькое допущение, но я думаю, что оно вполне себе логически верное. В американской культуре что касается личной роли, что касается учета ресурсов, что касается планирования, эти вещи у них в культуру встроены. По нашим предположениям может быть нас кто-то поправит, что-то может чуть-чуть отгрубляем эту идею, но тем не менее сама идея в Америке сам делай сам. Самостоятельность, ответственность за свою жизнь. планирование. Те же самые учет денег, финансы, налоги. То есть то, что американцы сами за себя платят, все считают. Никто за них зарплаты не вычитает. Американская мечта у них в любом случае есть. И все стратегии для ее достижения у них тоже есть. Вопрос у них заключается только в одном. что хотеть. Что для каждого из них является той самой американской мечтой. Потому что все равно есть там цели, есть нюансы, у каждого свои цели, желания. И если они у них не прописаны детально, это остается абстракцией. И несмотря на все навыки по реализации, по достижению, собственно говоря, их мозг не очень понимает, чего же им достигать. Поэтому фильм секрет как раз таки и раскатывает, каким образом прописывать конкретику, описывать ее. Для тех людей в Америке, которым не катит американская мечта, которая у них прописана для всех. Вот для тех, кто ее не хочет, вот для тех снят эзотерический фильм секрет. То есть каким образом прописать свою личную мечту, которая может отличаться от той, что прописано Голливудом для всех. А теперь давайте предположим, что фильм секрет снимали не для американцев, а для индусов. Для нации, у которой с мечтаниями, с визуализацией, с... предположительно все хорошо. Ну, как они лучше, наверное, да? Слушай, чего-чего, а мечтать хорошо. Ну вот, например, с планированием, с личной ролью, с учетом ресурсов, не очень там, по моим представлениям, да, по моей колебозе, когда я там был, не очень ценен. Как должен быть фильм секрет выглядеть для них? Там совершенно немножечко другие люди должны быть. Там такие гляжистые, гневом на лицах, спокойствие и гнев. Вот такие вот эмоции. Такие ребята суровые. Состояние достижения. И они рассказывают, они рассказывают. Короче, чтобы цель была достигнута. Ты просто открываешь задницу дивана, идешь, начинаешь делать. По шагам расписываешь план, и главное, следуешь плану. Ты сам должен достигать свою цель. И как это слоган фильма секрет американского звучит так, что если ты чего-то хочешь, вся вселенная помогает тебе. Слоган фильма секрет индусского звучит так, если ты оторвал задницу от дивана, вся вселенная помогает тебе. Такая вот экстремическая мудрость. А давай-ка обсудим, что будет для нас находящей в России, да, особый путь, да, вот это все. Опять же, по нашим наблюдениям, по нашим представлениям, безоговорочная работающая стратегия для, наверное, для постсоветского, для русского человека, она является учетом экологии. То есть вот это вот все, все такое неоднозначное все с точки зрения вот этого, вот этого, а тут учли, а тут посмотрели, а тут посмотрели. То есть с одной стороны мечта это хорошо, но мне же тогда придется пахать. Конечно, я могу там достичь, да, что люди подумают, а вот если я, то что делать? Да, как же жизнь мне это изменится, а мне-то и сейчас в общем-то хорошо. А вот я, например, хотел бы бизнес и продажи, например, но продажи, это же вот, а как же другие люди, я же должен купить деньги, там как-то немножечко отжимать, нажимать, подобрать. То есть вот это вот экология работает однозначно хорошо, особенно экология социальная, а вот все остальное там как бы может быть не факт. Ну, да, давайте говорить о том, что экология, то есть вот это вот взаимоотношения, взаимопереходы, ну и внутри, и снаружи. Это третий, третий, как бы базовый элемент правильной цели. То есть если цель, если мы все знаем, что хотим, как этого достичь, все известно, все понятно, но если эта цель нарушает значимые для нас, значимые для нас ценности, какие-то другие, сопутствующие там, или ценности других людей, но значимых для нас людей, ну, ой, как бы не получится. Начинается с амбатажа. Совершенно верно. Это действительно одна из основных проблем, которые всплывают, когда люди у нас работают с целями. Экология, это камень для предкновения, и больше всего времени, как раз таки, уходит на проработку этих моментов, на согласование внутренних ценностей, чтобы все учесть, чтобы это действительно было гармонично внутри, созвучно в душе. Снаружи, гармонично с другими людьми. Да, для нас это имеет большое значение, это важно очень. для достижения цели, если так и по-простому, точно знаем, что, что, где, как. Точно знаем, что это будем мы делать, как будем делать, с помощью чего, какие шаги, и это все сохраняет наши какие-то там вторичные выгоды, критические, побочные, то есть учитывают все там сопутствующие наши ценности. По крайней мере, если и не нарушает их совсем, то по крайней мере нарушает их согласованно, то есть мы согласны, то есть компромисс со всеми остальными нашими ценностями достигнут. Тем или иным способом. На самом деле, конечно же, если уж совсем хочется, то экологию можно нарушать с помощью того, чтобы убирать нафиг мешающие цели другие, и реимпрентировать ценности, которые нам уже не нужны, но это уже серьезная психотерапевтическая, психокоррекционная, нейрокоучинговая работа. То есть можно, но на базовом уровне целифологания мы для этого должны не учитывать. Это ответ на вопрос, как ставить цель правильно. Просли. Здесь. Везде. Просто на самом деле каждый из вас, каждый из наших зрителей может о себе подумать, для себя подумать, какой из этих пунктов может быть недостаточно хорошим, какой из этих пунктов может нарушаться, и подтягивать его, остальное, то все нормально. Да, это действительно так. Внимание к себе и привычка отслеживать свои какие-то модели по достижению цели. Вы просто возьмите два-три примера, когда вы успешно достигали, и парочку примеров, когда не получалось. И сравните. Вам станет сразу понятно, на каком пункте у вас там что-то не сражалось, что-то не получалось. Вот над этим просто поработайте. Ну что значит поработать? Больше внимания там уделите, и в общем-то у вас будет прекрасно работающая стратегия, которая дает вам результат. Ну и, наверное, последний вопрос, последний вопрос по поводу целей. Как узнать, что цель не моя или моя, настоящая или не настоящая? Ну, прежде всего, прежде всего, давайте понимать, что такой вопрос может возникать только в ситуации, когда у вас ограниченные ресурсы. То есть если условно-временные, там, финансовые, там, ну и всякие остальные ресурсы у вас, если их хватает, то вы спокойно, то есть у вас есть некий список целей, есть какое-то количество ресурсов. Если ресурсов хватает на эти цели, нет вопроса, какие из них правильные, какие неправильные. Вы спокойно их все делаете, спокойно их все достигали. Как только ресурсов не хватает начинает, вот только тогда возникает вопрос о ранжировании целей. о том, а какую из них можно не достигать. И вот только тогда возникает вопрос, какие из них настоящие. Конечно же, еще одним из путем решения этого является повышение количества ресурсов, то есть, пожалуйста, больше денег, больше времени, оптимизация и всего остального. Можно вполне. Это один путь. Второй путь, но цели действительно можно проверить. Возьмите, возьмите любую абсолютно цель, и подумайте, если я ее достигну, что за ней? То есть, дальше, дальше за этой целью. Что я буду хотеть за ней? Что позволит эта цель? Что откроет эта цель нового, более масштабного, лучшего? То есть, мы как бы укрупняем, когда мы смотрим, к чему большему поведет эта цель. Как она будет вписана в жизни? Как ваша жизнь поменяет? И радует ли вас это? Какие возможности откроет эту цель? И если за этой целью ничего нет? Если эта цель является англакой, то в некотором смысле слова галочкой, да? То есть, давно висит цель, наконец-то ее закрыть, забыть, забыть. Вот. Такую цель, может быть, даже и достигать не надо. Особенно, если речь, повторюсь, идет о ограниченном количестве ресурсов. А бывают ситуации, когда человек, представив, что цель реализована, вжившись в эту реализованную цель, вдруг понимает, что а ему не надо. И вот это осознание, оно настолько шокирует людей. Как это так? Я вот столько лет хотела, я вот прям стремилась, я хоть что-то там делала. Я ее, конечно, не достигала, но сейчас человек понял, что и не надо. Это неинтересно. И все освободившиеся ресурсы просто были перераспределены в мгновение ока. И все, человек начал достигать своих целей уже именно тех, которые действительно влияют на это. Хороший вопрос. Нина, если страшно, все проработал, а мозг, а вдруг то, а вдруг то, а вдруг то. Два варианта. Либо проработали не все с точки зрения экологии. То есть, ну, все эти страхи, это, ну, все-таки угрозы нашей ценности. То есть, если, глядя на какую-то цель, ваш мозг подкидывает вам вопросы на тему, а вдруг случится вот это, а вдруг случится вот это, то, либо вы действительно не предусмотрели ну, относительно вот этих вот страхов, да, относительно каких-то ваших ценностей. Ну, либо вариант другой. Давайте, мы как бы все-таки не исключаем, да, вариант того, что это может быть просто поводом сходить к психологу с тем, чтобы там, например, снить больную тревожность. То есть, в конце концов, это может быть, это может быть даже просто вот, ну, каким-то таким ни с чем не связанным. Некая привычка каким-то образом реагировать на мир, на внешние события и фактически на любые мысли, которые вам приходят. Да, действительно, такое может быть, это просто отдельно прорабатывается, и после этого вы как раз-таки и проверьте, как при сниженном уровне тревожности вы будете думать о своих желаниях, о своих целях. Потому что если действительно там, ну, создано там, биохимически обусловлено тревога, то вы, конечно же, никогда в жизни ничего не проработаете. Она все равно будет, она все равно будет подсугрывать все подряд. Поэтому мы могут бы сходить к психологу вот нормальный вариант этого проекта. Ну что, да, с целями? С целями определились. Цели можно прописывать и вперед, вперед, вперед. Движемся дальше. Движемся к мечтам. Что же такое мечты? Чем их отличие от целей? То есть целями более-менее понятно. Вот я знаю, я хочу, я... Вот у меня есть шаги, и я к ним двигаюсь. В чем принципиально? Принципиальное отличие мечты от целей? Первое, и, наверное, самое главное, зачастую для мечты непонятны шаги, непонятные ресурсы. Когда вы думаете о своих целях, вы можете их как-то для себя представлять, и вы чувствуете, что они вам понятны конкретно. Да, может быть, есть зачем подумать детальнее, но, тем не менее, они как бы вам близки. А когда вы думаете о мечтах, есть ощущение, что они где-то. И вот действительно их как-то очень сложно пощупать. Да, вот есть некая картинка, она греет душу, она радует, она мечет, но она все равно где-то там. Это вот один из критериев того, что мы называем это мечта, а это цель. В том числе, в том числе, обычно, конечно же, мечта, она еще и очень радостная, очень большая, очень замечательная. В том числе поэтому может быть непонятно, как ей идти. Ну, потому что слишком-слишком она хватает. Слишком она большая, слишком она далеко, слишком непонятно как. Слишком она выделяется над людьми человека. И, на самом деле, есть, конечно же, есть, конечно же, способ смогу в этом превратить мечту, ну, на самом деле, любую, это достаточно, какую угодно большую мечту превратить там в планы, в процессы, двигаться к ней. Скоро угодно большой план. Угодно большой план. Давайте все-таки понимать, что чем глобальнее, чем более выживающими, амбициозными являются наши мечты, тем сложнее, детальнее, масштабнее будет план, если мы начнем ее переводить в реальную жизнь. Больше ресурсов, больше шагов, конечно, да, это безусловно. Однако же, давайте, наверное, скажем о том, что у мечты есть одна такая функция интересная, побочная. То есть, мы тут как бы можем анекдот, наверное, вспомнить за тему того, что вот жил себе человек с мечтой, он всем рассказывал, есть у меня мечта, я хочу вот то-то, то-то, то-то. Вот, и он всегда с таким воодушевлением это рассказывает, что вот, вот, однажды вот это вот перешится, однажды это сделано. Вот. А в какой-то момент времени человек один говорит, ну, слушай, на самом деле ты же можешь уже вот прям вот, ну, буквально вот так, вот так, вот так, вот так, да, там здесь вот так, фактически планчик ему простроил, да, не так уж и сложно, ты же это можешь уже сделать, там, ну, в течение некоторого ближайшего времени. Человек-то, что, потом жить без мечты, вот эти мечты дают нам вверху на мерки. Они нас куда-то декут, они, в общем-то, и мотивируют нас реализовывать повседневные наши действия, какие-то близкие планы, ставить долгосрочные цели, да, мы исходим в любом случае из того, что за всем этим наша мечта, мы к ней как бы идем. еще наша мечта может попросту делать наше будущее ярким и красивым. Если, например, вот то, что Мунуки называют субмодально, да, если вы Мунуки в жизни человека, его планы, его стратегия, тактика, там, окоративные его моменты, да, если вот только планируют свою жизнь, если это не дает ему прям сильные радости, ну, то есть, глядя на расписанную жизнь, он говорит, что, типа, все нормально, в принципе, все хорошо, но есть некоторое ощущение работы, да, типа, все по плану, все движемся, все хорошо, может такое быть, да, вполне себе, да, если субмодальности такие вот, планомерного движения, тогда, глядя в будущее, человек вполне может видеть вот такую немножко скучную картину, то есть, все по плану, все понятно, оно там не должно скучно быть, и тогда, где-то там в будущем всем вот этим висит мечта, и она просто висит как фонарь, и она просто делает какую-то такую точку, точку радостного будущего, глядя в которое, человек просто смотрит, такой, нет, там в будущем будет клево, вообще, вот, это все понятно, там будет, у меня там есть, там я знаю, там, ух, все эти вещи могут быть или с собой вообще не связаны, да, то есть, нет даже задачи их связывать, потому что мечта как фонарь, а на свете, да, ведут ли повседневные действия и цели к этой мечте, не факт, но не надо, да, если вы эти вещи здесь как-то понимаете, здорово, можете управлять с этим процессом, но если вы понимаете, что вы хотите все-таки, чтобы ваша мечта была не просто фонарем, да, освещающим, но и была реализована, и повлияла на вашу жизнь, да, гораздо более весома, ну тогда, конечно, подумайте о том, чтобы вытворить этот план, вполне конкретный, пошаговый, вот, а повесьте какой-то другой фонарь, который не жалко оставить в виде фонаря. Используйте техники науки субмодальной для того, чтобы попросту расцветить свое будущее, да, а мечты, опять же, используйте техники науки, для которых мечты превращать в план. И там есть такая, прямо в деталях, наверное, мы про нее не будем, стратегия Лолта Диснея, по которой мечта превращается в план. Путем последовательной детализации мы постепенно разбиваем, разбиваем шаги до мечты, сначала на несколько очень-очень крупных, очень крупных шагов на тему того, как сделать так, чтобы все люди были счастливыми. Шаг номер один. Достигаем мирового господства. Шаг номер два. Пишем закон всем быть счастливыми. Шаг номер три. Расстреливаем несчастных. Ну, как бы три простых шага, понятных, и все становятся счастливыми. Совершенно понятно. После этого, понятное дело, каждый из этих замечательных и понятных шагов мы еще больше детализируем. Еще больше детализируем, в том числе, понимая, что, например, с мировым господством не то, чтобы совсем невозможно, но пока что как-то ни у кого не получилось. Поэтому, возможно, некоторые, некоторые-таки, в хорошем смысле, критические части наши помогут нам найти вот эти узкие места плана, ну, а там, творческие части, мечтать лишь наши, двух линии, помогут их обойти. С тем, чтобы мы, в конечном выходе, создали четкий, пошаговый план, были учтены все возможные вот те самые, те самые страхи, те самые опасения, те самые их менеджменты, правильные дом, да, придуманные сетически креативные, ну, логичные и реальные, реальные шаги. И тогда мечта превращается, да, в сложный, да, в длинный, да, в детальный, да, в многолетний, может быть, да, ну, тем не менее, план, план движения к ней. При этом, при этом никто не мешает оставлять вот ту самую различность своего будущего. То есть, только повторюсь, для модальности нашей сел, пожалуйста, будущее можно делать ярким в любом корне. Ну, с другой стороны, конечно же, иногда, иногда может быть, действительно, просто кому-то и нужна просто недостижимая мечта, ну, чтобы она просто светила. И это тоже вариант, потому что, в конце концов, каждый человек живет так, как ему нравится, да, так, как он хочет. Если человек хочет что-то изменить, то, пожалуйста, он может помочь. Если человек не хочет ничего менять, а хочет просто, чтобы ему там что-то светило, радостное было, то, и, пожалуйста, что-то изменить. Да, совершенно верно. Ну, что, это то, что мы можем сказать о том, что такое мечта, чем она отличается от цели. Есть же еще интересная часть, которая вдоражит быть, многих это не ся. Что это такое? Миссия, предназначение, как приотноситься, насколько это реально или нереально, о чем это вообще, да, как меня найти? Да, вот, эта тема, она все время описывается, все время отзвучивается. Что же это все-таки такое, как с этим быть? Дософы ищут смысл жизни, мистики ищут миссию и предназначение, как-то еще люди ищут сверхценности. Немного это все, Как мы уже говорили в самом-самом начале нашей передачи, без целей человек не может. Если планы, если мечты человека, ну, реализованы или близки к этому, или все понятно становится, то, ну, как жить без целей, как жить без движения в плёд, невозможно. Как жить, ну, как бы, ну, знаете, в чем заключается с некоторой точки зрения подсамый из-за среднего возраста? Когда базовые цели, базовые, там, ценности жизни, которые, ну, в том числе, насаждаются, там, отчасти культурой, да, как там, для мужчины, да, посадил дерево, вырастил сына, построил дом, переводя на современный язык, ну, как бы, с сыном все понятно, с деревом, ну, что там, сад, дом, ну, может быть, дом с садом, да, может, квартира, там, в качестве дерева, не знаю, машина, химобиль, дача, в конце концов, то есть, там, условно, к какому-то, ну, к 35-40 годам, да, это все реализуется, то есть, сын, вот он, скоро в институт полез, дальше там, в принципе, все понятно, только им какое-то время нужно оказывать поддержку морально, материально, как бы, дом, сад, вот они, да, только осталось ипотеку до выплаты, да, все, ну, то есть, как бы, получится все, да, сегодня будет сделано, в этот момент, конечно же, а что дальше, а что дальше хотеть, а что дальше, что дальше думать, здесь, вот, может быть, как раз мечты, и будет смысл жизни, и вот тут вот есть принципиально интересная штука, вот те самые миссии, да, и предназначения, в чем, то есть, человек может найти себе еще мечты, и двигаться к ним, а человек может найти, вот, иногда то, что называется, вот, миссия, предназначение, смысл жизни, принципиальное отличие этих процессов, этих объектов, от планов, от мечт, заключается в том, что миссию, смысл жизни, предназначение, эти вещи принципиально лежат за пределами жизни человека, за пределами жизни, либо во временном смысле, либо во пространственном, то есть, цели не реализуются одним человеком, не реализуются в течение одной жизни, т.е. фактически мы можем хотеть этого, ну, и более того, мы хотим этого, мы можем не видеть жизни без этого, и да, мы можем хотеть, прям, чтобы это не ступило, мы можем всеми силами приближать это, но по факту, единственное, что мы можем в рамках миссии, предназначение, это внести свой вклад. Внести свой почтенный вклад, на столько, на сколько это возможно, уделяя этому столько времени, сколько возможно, совмещая с контекстами, например, другого, кто-то отдает себя своей миссии, своего призвания, безостатка, а кто-то делит себя между миссией, семьей, еще какими-то задачами, социальными, ответственными делами, социальным долгом, вот, и это на самом деле не имеет значения. Если человек находит вот ту самую привязку, да, ту самую точку соприкосновения с призванием, и даже если он по капле отдает себя вот это ощущение наклонности к жизни, смыслом, реализации миссии, любовь, в любом случае такое же, как если бы он отдавался до полности, вот, и что может помочь вот эту вещь ей зайти, как правило, что можно так ими, ну, вспомните, те моменты в своей жизни, когда вы чувствовали полноту жизни, когда вы понимали, что вот это вот вы делаете, и это имеет смысл, это важно, и даже не столько, что для кого-то важно, а вот это наполняет вас таким смыслом. Те моменты в вашей жизни, которые вы помните, сквозь года, которые вы вообще вот прям вот, сколько лет прошло, вот ты это помнишь, это врезалось, врезалось в мозг, в школе, в юности, в студенчестве, и у вас есть наверняка ряд событий, которые вот как красной нитью просто проходят сквозь, да, когда-то началось, может быть, какие-то маленькие моменты, может быть серьезные события, но они по сути являются одними и тем же. И самое главное здесь, конечно же, найти, найти то, с чем вы будете согласны, что да, это миссия. Если она есть у человека, если она есть у вас, то больше нет вопроса, что делать, больше нет вопроса, что дальше, зачем дальше, потому что вот та самая, та самая особенность того, что миссия принципиально лежит за пределами, она, собственно говоря, дает, дает такую интересную вещь, вы где бы ни доходились, кем бы вы ни были, сколько бы ни было у вас сил, ресурсов, способностей, вы все равно сможете внести в нее свой пассивный вклад. Если у вас там, если вы миллиардер, и вообще там, вообще-вообще, то вы можете, естественно, сделать для миссии очень много. Если вы там, просто вот там, простой студент, то и вы найдете, что сделать для этой самой миссии своей. Самое главное ее найти. И здесь Юлия совершенно правильно сказал, да, мы должны консолидировать самые моменты вашей жизни, в которые вы чувствовали, что это жизнь настоящая. Пришло это некоторое количество объяснений. Если мы принимаем там элитерическую картину мира, на самом деле идеальный, идеалистический модель мира, то мы можем говорить о том, что есть душа, душа приходит в этот мир, облекает телом, у души есть задача, ну и собственно это является ценностью, это является той самой миссией нашей в этом воплощении. Правда это или нет, мы сказать не можем. Но даже, например, если это так, тогда значит мы должны ощущать те моменты, когда мы делаем что-то согласованное с задачей души. Они как раз таки и будут у нас безнутри, как самое такое самое истинное, самое правильное. Ставим галочку, значит если там действительно душа со своей задачей, то душа будет нам символизировать о том, что это вот правильно. Окей, хорошо. Предположим, что мы не придерживаемся материалистической картины, придерживаемся материалистической картины. Тогда тогда мы можем наверное подумать на тему того, что а есть ли там какие-то какие-то такие прям базовые может быть имплентные ценности, какие-то там сверхценности, которые мы восприняли когда-то и которые стоят за всеми-всеми-всеми нашими поступками. Да, можем. И если мы так воспринимаем, когда-то моменты, когда мы были наиболее близки к реализации этих ценностей, мы будем как ощущать? Ну точно так же, изнутри будем ощущать как нечто, что вот, вот тут я прям чувствую, что я сделал что-то стоящее по-настоящему. Даже если это была такая фигня с объективной точки зрения других людей, да? Какая разница? Материальная, либеральная, то есть эзотерика, материализм, неважно. Если критерии получаются один и тот же, вы что-то делаете, то эти самые события в вашей жизни, вы просто берете их и вспоминаете. Все события в вашей жизни, которые вы помните сквозь все годы, которые вы точно чувствовали, что вы делаете стоящее, вы делаете правильное, вы делаете что-то действительно хорошее, действительно по-настоящему значимое. И все эти события вы объединяете в нечто единое с целью понять. Ну, там есть ряд практик, в том числе медитативные, в том числе трансовые, в том числе некоторые Нелковские наши инструментарии, сейчас, наверное, не нет повода в этом деталях говорить, но имя. То есть вы это все объединяете, сплавляете в единый какой-то клубок, в единый какой-то символ, то есть как если бы за всеми вот этими символами, ну, событиями, что-то стояло, единое, что бы это было. И вы получаете какой-то символ, вы получаете какое-то понимание, ну, на текущем уровне, на том уровне, на котором вы сейчас способны дотянуться до этого, да, ну, даже без этого. Но вы его получаете. А дальше все очень просто. Дальше, когда вы знаете вот эту вот сверхценность, когда вы знаете эту миссию, вы просто смотрите на все контексты вашей жизни, как она окражается, с какими она связана, как я могу это реализовать на работе, и тогда работа становится прям хорошей, значимой, как я могу это реализовать в семье, и тогда семья действительно становится важным аспектом, как я это реализую своим хобби, например, как я это реализую с друзьями. Если вы сможете найти отражение миссии в каждом контексте вашей жизни, ваша жизнь будет яркой, удивительной, по-настоящему настоящей, реальной. Если какой-то контекст никак не вяжется с миссией, скорее всего, он просто постепенно отвалится. Скорее всего, вы скажете, слушайте, я что-то не хочу этим заниматься, какое-то время, может быть, я позанимаюсь, а потом, может быть, или гирую, что-то еще, потому что я не чувствую. Именно поэтому, когда социальные, зацели, даже большие, серьезные реализованы, что не нравится, следить в жизни, после этого люди начинают послушать их себе. После этого они начинают анализировать, искать самые общие моменты, которые их включали, которые были для них значимые и осмысленные. И они начинают либо на новые деятельности, либо включаются в какое-то хобби, такое, которое начинает становиться делом их жизни. Они просто кардинально могут поменять жизнь, именно говоря о том, что они нашли себя, они нашли свое призвание, они ведут свою миссию. Поэтому, конечно же, эти вещи, они у нас есть, они являются частью нашей жизни, значимые счастья, потому что в какой-то момент социальная наша жизнь, она все равно имеет это ограничение, кроме лишнего социума, но это мир, который тоже требует реализации наших ценностей. И, конечно же, после реализации социальных вещей, социального долга, наших обязанностей, включает потребность реализовать и себя, реализовать тот самый долг наверное по отношению к самому себе и быть вписанным беззначенным для этого мира и дать ему что-то гораздо побольше, нежели повсемерное действие. И при этом есть рекомендация, есть рекомендация о том, что наверное к миссии стоит поступиться пораньше. хотя бы в общих чертах, хотя бы в первом предвижении найти ее пораньше. Здесь вот без каких-либо наверное тай следует сказать, что если человек чем позже он обнаружит миссию свою, свою настоящую, тем больше вероятность того, что большое количество времени его жизни, большой объем его жизни окажется не был никак с ней связан. Вот это не очень хорошо. Подоставить много неприятных переживаний, обновления, о том, что ты все на плодах. Да, когда человек прожил 50 лет своей жизни, он много достиг, все классно, много получил. Те же самое, семья, дети, достижения, достижения есть, достижения сюда, достижения сюда. И если он в этот момент начинает искать миссию, если вдруг окажется, что часть контекстов его жизни реально никогда не были не связаны, наверное, не очень приятно ощутить, что часть жизни, что ты жил неизвестно куда. То есть ты жил, а мог бы реализовывать свою миссию. Будет, скорее всего, он хотя бы чуть-чуть, но царапит, это не очень нравится такая идея. Поэтому рекомендуется, конечно, додуматься о глобальных целях, задуматься о идеях миссии и предназначения. Чем раньше вы ее найдете, тем вполне будет ваша жизнь. Так будет, наверное, лучше, тем счастливее вы будете. Это хорошо, когда люди счастливы. Это самая миссия сделать себя счастливой. Мечта сделать себя счастливой. Мы пошли по другому пути, когда мы проводим тренинги, миссиями. Мы учаем людей, мы помогаем, даем инструменты на тему того, в том числе, как раскрыть, как понять, как увеличить в своем мире своего личного счастья. На курсах млпи практик мы работаем с целями и мечтами, на курсах млпи-мастера и тренинг мы работаем с миссиями для того, чтобы счастливых людей было. Мы граждане понимаем, что социальные требования, социальные нормы, они в нас вкладываются, встраиваются в себя, в детство, в социальных институтах, они поддерживают и они от нас не привлекаются. Но что касается внутренней личной счастья, внутренней гармонии, это остается на второй план. Очень часто это обесценивается. Иллюзицы начинают продираться к самому себе спустя многие годы потом. И конечно же для нас имеет значение та самая гармония, баланс между внешним и внутренним, вписанность самого себя, своих ценностей в эту жизнь. Когда миссия действительно этот баланс дает, когда вы начинаете реализовать себя в этом мире осмысленно, с удовольствием, с радостью. Это происходит уже не на уровне варюных усилий, а именно на уровне состояния потомка. вот оно идет и вам там хорошо, и миру от этого тоже хорошо, когда вы на своем месте. Нам вот об этом не проводить. Я смотрю, что у нас нет вопросов, мы затронули вещи важные, очень интересные, если к вам приходит какие-то состояния, мысли, вопросы были про цели, а вот про миссию уже как-то то ли все понятно, то ли еще ничего не понятно. На самом деле это действительно тема на побыть самим собой, на поразбираться, на задуматься, и здесь нет одномоментных решений, здесь вы просто можете порефлексировать, просто понимать, и вы обязательно найдете то самое, что имеет для вас значение в этом смысле. Ну что, давайте, если какие-то вопросы еще есть, то вы их пишите, мы сейчас на них ответим, да, в принципе, мы все уже сказали, единственное, может быть, еще раз очень кратенько пройтись, еще раз. Поключевым, да, цель, цель должна быть четко прописана, понятно, чего именно мы хотим, где мы хотим, цели должны быть прописаны поднятые шаги, учет ресурсов, должно быть понимание, что я один в ходу, должна быть технология настроена, мечта должна радовать, мечта должна мотивировать, ну и для мечты тоже должны быть прописаны шаги. конкретные шаги, конкретные конечно же может быть на уровне направлений хотя бы, ну, Женя, дошла мечты? Да, вот здесь как раз таки разделяется те мечты, которые вы хотите, чтобы они были реализованы, тогда конечно шаги это вообще ключевые вещи, а если вы понимаете, что есть мечты, которые вас греют и пусть они светят вам, и как только вы определили, у вас сразу появляются дополнительные ресурсы одни на реализацию мечты, а другие просто для души адрески. Так кто же молодой? Максим, привет, посмотришь записи, потал, посмотришь записи, это нормально. Вот, давайте еще раз, наверное, еще раз важное, да, вот вопрос хороший был, вопрос был правильный, надо еще раз повторить. То есть целеполагание это да, но вместе с тем, конечно же, могут быть у людей какие-то именно психологические особенности, которые могут принципиально мешать и постановке целей, и движению в мечте, и пониманию миссии. То есть могут быть когнитивные искажения, когнитивные заморочки, то есть на уровне требующих вмешательства, требующих коррекции, да, требующих того, чтобы сходить к психологу, сходить действительно навести по этому голове. Здесь могу только привести пример, да, из описания и личного опыта. То есть если есть, если уровень, биосемический уровень, продуцирует тревогу, ничего сделать невозможно с помощью сознательной деятельности с этим. То есть что бы мы ни делали, если уровень тревожности почему-то на уровне психосоматики повысился уровень тревожности, повысился уровень гормонов, трофизолов, то есть мы принципиально, то есть под влиянием вот этого принципиально будут искаться сложности. То есть как бы мы не прописывали цель, как бы мы не прописывали мечту, принципиально будут искаться. Если мы находимся стрессовым состоянием, в состоянии невозможности, в состоянии вывученной беспомощности, то что бы мы ни делали, мечта к нам не приблизиться, потому что беспомощность не получится, все плохо, ничего не изменится, ничего лучше не станет, невозможно и все. И вообще, конечно, в таком состоянии невозможно ничего планировать. То есть, если вы все сделали с целью и мечтой, а ничего не происходит, надо углубиться туда, укладывая базовые шаблоны, восприятия, в том числе и себя. Все нормально. Да, это нормально, наше состояние нашего организма напрямую влияет на наше психическое состояние. Как минимум на нашем состоянии. Если в теле мало энергии, если она уходит на поддержание функций здоровья, соответственно, энергии на реализацию достижения цели не будет. Естественно, вам будет приходить в голову мысли, что достигать бы надо, но мозг, чтобы вы туда энергию не отдавали, и будет блокировать просто какими-то мыслями. Ой, не сейчас, сейчас важнее заняться чем-то другим. Он будет вас останавливать через что? Через мысли. Его единственный вариант. Второй вариант. Если вы все-таки будете продавливать свой организм, да, и реагировать на эти мысли, он включит серьезную психосоматику. Вы просто заболеете, да, чтобы уже совсем не встали, или двух последних трех энергий не потратили. Вот. Эти вещи работают, их надо учитывать. Поэтому мы единая система, да, наше тело и наша психика, мы должны учитывать все факторы, и в том числе заботиться и о теме тоже. Поэтому, если вы понимаете, что вроде действительно, как правильно говорит Андрей, вы все прописали, у колонии проработали, да, и план у вас питания по шагу, но никак не идет, не включается, не саботируете, есть смысл для того, чтобы посмотреть, что в биохимии, да, уровне гормонов, витаминов, минералов. Это все это нужно тоже привести в порядок. И еще один небольшой лайфхак, да, по этому поводу. Если вы ставите себе, ну, такой, там, план, да, как следует подумать про ближайшие цели, мечты, миссии и все остальное, будьте добры перед этим отдохните. Прям, возьмите день, может быть, два, может быть, три, когда, ну, знаете, в зависимости от, да, то есть надо совершенно обязательно, нужно вынырнуть. Вынырнуть из потока дел. Хорошо высыпаться. Хорошо высыпаться, оно вам всегда полезно. Вынырнуть из потока. Выспаться, отдохнуть, делами, ну, там, дела отложить в сторону, может быть, там, может быть, даже, вот знаете, может быть, куда-то на природу уехать. Не обязательно там куда-то вообще, там, какие-то непонятные страны, да. Нет, недалеко, но главное, чтобы там было, там, условно, спокойно, чтобы было посмотреть вдаль, чтобы вы могли посидеть и посмотреть на облака, на что-то еще. Отдохнуть, то есть привести в порядок, таким вот образом, привести в порядок, полностью вот тот самый гормональный фон, там, на фоне отдыха, да, на фоне, на фоне, на фоне, массаж сделайте, в баню сходить и попасть. Тело вот, спа, сходить, чтобы это не обозначало. Да, хорошее физическое переключение, да. Все, а после этого уже вот на фоне, на фоне вот тех самых гормончиков, которые, все это они, да, вот это вот, на их фоне, смело пишите, прописывайте заново все свои цели, уточняйте, прописывайте, детализируйте мечты и поступайтесь и поступайтесь к миссии. Тогда вот вы будете в том состоянии, в котором вы будете любить, то, что все будет хорошо. Вот, и, пожалуйста, все прописывайте, планируйте, а потом уже возвращайтесь со свежими силами, со свежими планами и мечтами. И вы такие, о-о-о, я все понял, вот, я сбегаюсь от вашего воздуха, у меня столько замечательных, важных дел, мне жизнь много. И, действительно, так все и будет. Да? Ну что? Ну что? По, опять-то, по традиции, по традиции нашего ТНО ПТВ вещания, да, мы все рассказали очень понятно и вопросов да? Да, да. Поэтому чего? Мы, если чего, можем напомнить. По следующей нашей традиции, да, мы напомним, если у вас есть темы, которые придите мне себя прояснить, если у вас есть вопросы, которые вас уже интересуют и интересуют, да, вы до сих пор не разрешили, не ответили себя на них, пишите нам в комментариях, не пишите под этим видео или пишите нам в личку. Мы будем обязательно готовить для вас эфиры, которые вам интересны и которые вам полезны. мы будем по, по любому, по любому поводу, который вы запросите, по практически любой теме, которую вы спросите, мы будем раскрывать полезную правду, срывать покровы, с пользой, с пользой и правдой. Мы рассказываем, мы объясняем, мы даем технологию, а некоторые напоминаем. Некоторые даем, ну, это все-таки не тренинг, конечно же, поэтому мы не будем здесь присылать на доске и все еще упражнения рассказывать. По словам широким, тем не менее, мы рассказываем, Очень практично, очень конкретно. И этого достаточно для того, чтобы вы обвинулись с мертвой точки. То есть, немножечко другое связь, немного другие акценты. И, в общем-то, вы можете, там, стать более эффективными, да, там, если что-то долго не получалось, реализовать вам на себе. Ну что ж. Ну что ж. Тогда, тогда. Всем до свидания. Пока. До новых встреч. Пишите, пишите нам, пишите нам, на какие темы вы хотели бы еще увидеть наши эфиры, наши прямые эфиры, наши трансляции, прямые линии. Не побоюсь этого слова. И оставайтесь с нами. Ну и ТВ. Самое полезное телевидение из всех телевидений. До встречи. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...